Да, я как мудрая Клава думал, что я вам рассказываю про архитектуру, про искусства, памятники, рестораны показываю, нахожу везде. Так казалось, что батарейка села и непонятно, что записалось, сочинят. Здесь у нас тоже сэндвичи и булочки. Это, конечно, неплохо, но они без глютена, и это ужасно. Я не буду есть без глютена. Уволь де. В общем, не знаю, что там у меня записалось, а еще нет. Краткий федбэк в том, что мы идем искать на завтрак, и сейчас выйдем на площадь. Такой вот, вообще какое-то невообразимое многообразие различной плитки в центре города. Ты, конечно, по ней чемодан не покатаешь, в этом плане она мне не очень нравится, но ходить по ней жутко приятно и интересно. Вот, народ потихоньку просыпается, появляется на улицах. Начинается день рабочий. Сейчас десяти часам приезжают работники, будут открывать какие-то свои магазинчики, которые работают по выходным. по выходным по воскресенью. Вот, и уже почти пришли, нет терпения, азиатское быстро. Это ни о чем. Азиатское быстро. Ох, прохладно, мне кажется. Сейчас в котором разогреется в Москве, там морозы холода. В этом плане мне везет, что я тут. Главное, чтобы мне повезло, когда я приду в Москву и эти морозы закончились. Вот, тогда будет совсем повезло. Ну вот, выходим на площадь. Тут же метростанция, которая называется Рынок. Очень удобно. Мой любимый Нур-Дзи. Прям на рыночной площади и типа еще работает. Вон кафе Штайн. Это был претендент на завтрак. Сейчас мы прямо на него пройдем. А позади меня ратуша. Ну, еще несколько зданий таких, явно отремонтированных, уже переделанных в что-то более современное. Поэтому, 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 чувствую, придется завтракать над булками. Здесь кафе, по-моему, какое-то неплохое было. Вчера оттуда лился свет и кричали люди. А, Штайн закрыт в воскресенье? Конечно, ты же завтраки продаешь. Какое воскресенье? Зарат уже весьма симпатичное здание таких королевских, имперских кровей. И, да, Штайн закрыт. Окей. Обойдем здесь периметр небольшой. Опять кафа сладочная и птица. В этой стране хочу, нам еще ехать и ехать. А вот позавтракать где-то надо. Ну что, значит, идем обратно к отелю. Идем обратно к кафе, к отелю. Интересно. Вчера по вечеру я ходил и... А, да, ну там, ну там нифига нет. Значит, возвращаемся на главную улицу. Значит, это вот весь религий, все что вы хотели о нем знать, но боялись спросить. Вот оно вот. Там еще вдали симпатичная улочка, на которой бомбятся туристические кафешки. Такая холодная. Ну и все. В общем-то все. Похож на особняк госпожи Суворовой. Вот. Собственно, портрет и хозяин госпожи Суворова. Давайте посмотрим, кто. Вчера был темной и был без очков. Йоганн Вольфханг Гёте. А. Не, ну раз Гёте, ребята. Что тут? О, Алекс. Вот сюда я шел. Все, тогда я отключаюсь. Пойду попробую позавтракать. Пойду попробую позавтракать.